Праздники в Гонконге омрачаются непрекращающимися протестами. Демонстранты крушат витрины магазинов, вступают в стычки с полицейскими. Это происходит в туристических районах. И в итоге разочарованными остаются как сами гости специального административного района Китая, так и местные предприниматели. Последние подсчитывают убытки. О гонконгских праздниках с дубинками расскажет моя коллега Асем Хасенхазе. Асем, что на этот раз побудило людей выйти в протесты с властями? В этот раз люди поспешили на улице после того, как глава администрации обвинила протестующих в срыве праздников. Такое заявление глава администрации Кэрри Лэм сделала после того, как группа радикально настроенной молодежи во время празднования Рождества собралась у популярных магазинов в центре Гонконга и устроила там погромы. Демонстранты в масках и карнавальных костюмах смешались с толпой туристов, что осложнило их поимку. Акция в итоге переросла в столкновение с полицейскими. Тут действия уже происходят на улице. Все выглядит как в голливудском блокбастере. Полиция в полной экипировке гонится за протестующими. Вход идут дубинки и слезоточивый газ. Под облака газа попали и случайные прохожие, недовольные сотни туристов, приехавшие посмотреть праздничный Гонконг. Власти винят во всем активистов, но протестующие с этим не согласны. Праздники в этом году совсем не веселые. Полицейские избивают активистов, стреляют в них. О каких праздниках может идти речь? Я надеюсь, что полицейские прекратят насилие и не будут больше распылять слезоточивый газ. Особенно, когда рядом находятся жители, которые не принимают участие в протестах. Я считаю, что несмотря на праздники, мы должны выходить на улицы. Представители полиции на пресс-конференции заявил, что стражи порядка занимаются расследованием фактов насилия. При этом он отметил, что зачастую протестующие сами вынуждают полицейских применить силу. Например, один из демонстрантов сорвал в парке национальный флаг и бросил его на землю. Наши офицеры вошли в парк, чтобы убрать поврежденный флаг и задержать вандала. Однако в это время толпа агрессивно настроенных молодых людей атаковала их. Они даже пытались помочь задержанному убежать. Это была действительно опасная и хаотичная ситуация. Между тем оппозиционеры разбили витринное отделение банка HSBC, которое ранее заморозил один из счетов онлайн-платформы, собиравшие средства на протест. Другие заведения, напротив, активно поддерживают протестующих. В честь праздников их владельцы предлагают всем желающим бесплатно перекусить в меню жареная лапша, куриные крылышки, суши и рис. Адреса таких буфетов можно узнать в специальных телеграм-каналах. Это так приятно, что после всего, что тут происходило в течение уже полугода, гонконгцы помогают друг другу, поддерживают как могут молодых протестующих. Мы участвуем в этом фуршете, так сказать, чтобы хоть как-то помочь активистам. Эти месяцы были кошмарными. И этот ужас продолжается до сих пор. Напомню, массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с летом. В октябре власти пошли на уступки и отозвали спорный документ. Но волнения лишь усугубились. За полгода в Гонконге прошло более 900 демонстраций, маршей и протестов. Амаз, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Спасибо. Это был наш международный обозреватель Асем Хасенхаза. А мы продолжим. Спасибо. Спасибо.